В Центральной городской библиотеке имени Михаила Васильевича Ломоносова продолжают цикл рассказов об истории Соловецкого архипелага. Сегодня речь пойдет об озерно-канальных системах. Соловецкие озера заслуживают особого внимания. Общее их количество на всем архипелаге превышает шесть сотен, а учитывая самые небольшие, гораздо больше. Они различаются по возрасту, размерам, конфигурации, цвету воды. Наибольшее их количество сконцентрировано в Центральной и Северной частях Большого Соловецкого острова. Происхождение их в основном ледниковое и ледниково-тектоническое. Ледниковые имеют, как правило, блюдцеобразную форму, неглубокие и сильно заболочены. Ледниково-тектонические отличаются более разнообразными формами, они больше по размерам и глубине. Несколько озер, расположенных недалеко от моря, имеют реликтовое происхождение, образованы от бывших морских заливов постепенным поднятием суши. Молодые озера, как правило, расположены на возвышенности и имеют светлую прозрачную воду. К старым относятся озера, залегающие в районе торфяников. В них вода коричневатого оттенка. Есть и необычные озера. Перед вами озеро в озере. Его еще называют калач. Продуктивность озер невелика. Наиболее распространенными видами в настоящее время являются окунь, платва, ёрш, щука, карась, налим. Наличие на островах большого количества пресной воды послужило одной из причин заселения их людьми. На протяжении веков Соловецкий монастырь был известен не только как духовный центр русского севера, но и как место, где находило воплощение передовая техническая мысль. Сама природа этих удивительных островов подсказала монахам идеи для грандиозного технического строительства. Широко использовать водные богатства впервые стал игумен Филипп Колычев. Середина XVI века. Филипп начинает каменное строительство монастыря. Для этого привлекается большое количество трудников, крепостных крестьян. Развивается и монастырское хозяйство. Начинает остро ощущаться нехватка пресной воды. Неужели большого количества озер недостаточно? Дело в том, что расположены они вдали от монастыря. Филипп решает воду к монастырю подвезти. Для этого он объединяет группу озер каналами в систему. Строит дамбы, плотины, шлюзы и перенаправляет сток воды на 180 градусов с севера на юг. Эта система включает в себя 52 озера и является самой большой на Соловках и единственной в мире. Она уникальна. Вода подходит к монастырю и наполняет Святое озеро. На словах все очень просто. На самом деле задача очень сложная. Озера расположены на разном уровне по отношению друг к другу. Плюс сложный рельеф острова, холмы, болота. Нужно найти водораздел. Нужно соединить озера так, чтобы вода текла в заданном направлении. Чтобы создать подобную систему сегодня, будут работать геологи, гидрографы, топографы, геодезисты и другие специалисты. Мы рискуем потратить огромные финансовые ресурсы и ничего не сделать. А Филипп сделал. Система питьевая, но использовалась она намного шире. Принято считать, что первая мельница появилась в Соловецком монастыре в конце XV-начале XVI веков. Находилась она в трех верстах к северу от обители на канале, ведущем из мельничного озера в море. С приходом в монастырь Игумена Филиппа мельничное производство было решено перенести на территорию обители, что повлекло за собой существенные инженерно-технические преобразования. Для того, чтобы обеспечить работу мельничных механизмов, из Святого озера в Белое море был прорыт мельничный канал. Мельница заработала, а на Соловках появилось гидротехническое сооружение, аналогов которого трудно найти не только в России, но и в мире. Сегодня мельница представляет собой двухъярусное прямоугольное здание, крытое двускатной крышей. С юго-восточной стороны к мельнице примыкает галерея, построенная в XVII веке и соединившая ее с сушилом, где монахи сушили зерно. Соловецкая мельница являлась передовым технологическим устройством. Еще при Игумене Филиппе были придуманы механизмы, позволяющие без участия людей засыпать рожь в сушило, подавать его на мельницу и механически сеять муку и отруби. Мельничное производство никогда не было исключительно мукомольным. Здесь были также установлены и другие механизмы, приводимые в действие энергии падающей воды, толчаи для коры и мела. После закрытия Соловецкого монастыря мельница продолжала действовать и в годы Соловецкого лагеря особого назначения. Впоследствии она использовалась как складское помещение. После разбора завалов и проведения противоаварийных работ мельница была приспособлена под экспозиционные помещения Соловецкого музея-заповедника. В настоящее время в здании мельницы проводятся реставрационные работы. Ну а питьевая система в XIX веке становится судоходной. Для этого каналы расширили, поставили дополнительные шлюзы. Выход в море пароходы не имели, возили грузы и людей только по самой системе. Таким образом была решена проблема доставки грузов от монастыря к скитам и готовой продукции от скитов к монастырю. В начале XX века на канале, вытекающем из Святого озера, Вишняке, была построена лесопильная рама, чуть ниже гидроэлектростанция, а дальше вода попадала в самоналивной сухой док. Озеро Красное. За чистоту и прозрачность воды монахи называли его Белым. В Красное переименовали Большевики при Соловецком лагере особого назначения. Оно одно из самых больших на Соловках. Его площадь 250 гектаров. При строительстве питьевой системы был поднят уровень Красного озера. Береговая линия отодвинулась и деревья были затоплены. Красное озеро такое большое, благодаря вмешательству человека. При разливе оно поглотило в себя еще несколько озер. Некоторые острова ушли под воду. Появились и новые. Перед нами не просто берег озера. Это дамба. Она далеко не единственная в системе, но самая большая. По ней проходит дорога. Дамба – это основа питьевой озерно-канальной системы. Для того, чтобы система не вышла из берегов, дамба сделана двухуровневая. Нижний уровень – водонепроницаемый. Через верхний вода просачивается при критическом повышении уровня в системе и уходит на север в озеро Малое Красное. Уровень регулируется также и вручную. В начале питьевого канала установлен специальный пост. Сейчас это устройство кажется бесхитростным, но оно надежное и служит уже не одно столетие. Питьевая система самая большая, но не единственная. На острове, кроме нее, есть еще 21 система. Для чего их строили монахи? Дело в том, что местность острова до вмешательства человека была сильно заболочена. Монахи провели мелиорацию. Прорыли дренажные канавы, соединили озера. Этим они ускорили сток воды. Большинство болот просохло. На их месте поднялся лес. Лес – это топливо для солеварницы, дрова для отопления помещений. В лесу дичь, грибы, ягоды – дополнительный источник питания. В проточных озерах рыбы становится больше. Таким образом, мы видим глобальное вмешательство человека в природу острова. Но при этом наблюдаем только положительный эффект как для человека, так и для природы. А откуда столько пресной воды посреди соленого моря? Скорее всего, водоносные пласты идут под морем и под давлением выходят на поверхность острова. Бьют ключи и питают озера, образующие системы. Их уровень остается неизменным в любое время года. Все системы впадают в море. Как все это было просчитано, остается только догадываться. На озере Средний Перт, примерно в двух с половиной километрах от монастыря, устроена современная лодочная станция. Отсюда открывается вид на уходящее вдаль водное пространство, заросшее лесом берега. В летний период одной из популярных экскурсий в Соловецком музее-заповеднике является прогулка по озерно-канальной системе. В лодках Пелла по 4-5 человек. Естественно, на веслах. Система же питьевая. Бензиновые моторы использовать запрещено. Но предприимчивые местные жители и приезжие предприниматели активно предлагают совершить прогулку на лодке с электромотором за немаленькие деньги. Многие соглашаются. Ведь не все хотят или могут грести веслами 12 или все 18 километров. В зависимости от маршрута по малому или большому кругу озер. А длина каналов между озерами в общей сложности составляет не более полутора километров. Пройдя уже первое озеро, начинаешь понимать, что это другой мир, в котором успокаивается душа. Где горожанин вспоминает свое связанное с природой прошлое. На протяжении нескольких часов пути по соединенным каналами озерам нас окружает изменчивая стихия неба, леса и воды. Порой создавая иллюзию первозданной, нетронутой рукой человека природы. Однако это естественная часть монастырского хозяйствования, где остатки глубокой старины переплетаются со следами недавнего прошлого. Можно совершить лодочный поход и самостоятельно, вне экскурсионной группы. Но нужно быть внимательным к указателям, которые обозначают входы в каналы. Иначе можно угодить в так называемую губу или канал дураков. Долгая прогулка по Соловецким озерам не утомляет. В пейзажную композицию включаются то ландшафты с дальними планами, то микропейзажи, образуемые мелкими заливами, подступающими к ним лесами. Плавно плывут отражения облаков и берег. Но особенно волнующе выглядят Соловецкие леса и озера осенью, наполненные ветром и зелеными, желтыми, красными, оранжевыми красками смешанных лесов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова